всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня наступила очередная пятница а значит вместе с ней окончание уже 39 недели моей беременности поэтому сегодня мы будем говорить как раз таки об этом времени ох неделя была интересная сложная какая-то очень такая сумбурная и очень много происшествия за эту неделю с нами приключилась слава богу все происшествия хорошие первое что наверное нужно упомянуть это наш поход к врачу то есть нашему и моего сыночка вот нам на этой неделе сделали первое ктг проверяли сердцебиение малыша насколько она стабильная насколько она правильная вместе с этим посмотрели если у меня какие-либо схватки или намеки на народы таких не оказалось схваток вообще ноли в принципе мне сказали что мать все у тебя хорошо малыш здоровенький сердечко прекрасно все бьется все работает он там в общем доживает свои последние денечки в тепле твоего живота поэтому иди-ка ты домой отдыхай и расслабляйся и жди самого большого и важного дня которая связана как раз таки это беременности то есть родов малыша но я как вы все уже знаете за эту неделю держала внутри все как могла потому что мне нужно было дождаться арсика что барс приехал и чтобы уже все спокойно мы расслабились и знали что ну вот теперь уже в любой день мы можем идти рожать ничего больше нам ждать не нужно мы все вместе втроем и поэтому можем миссию собственно и выполнять с мелким я договаривалась опять же как могла то есть я ему объяснила ситуации что папа наш в петербурге папа наш приедет сегодня на то сегодня прям мы как раз таки через несколько часов уже и ждем вот и поэтому давай-ка малышоныш мы с тобой как-то это еще несколько денечков потерпим а потом хоть на следующий день ты можешь собираться уже на выход и мы будем счастливы довольны вот поэтому это конечно же придавало такой такого волнения на этой неделе но внутренние ощущения должна сказать у меня было такое отдыхай у меня не было какого-то такого ощущения что я буду рожать без арса и как-то у нас все это произойдет порознь поэтому сегодняшний день конечно же замечательный без сюрпризов не обошелся я арса на самом деле ожидала поздно-поздно вечером сегодня в часов наверно 12 вообще ночи распланировала естественно весь день там уборки готовки стирки господи чего только не запланировала и с утра пишет мой любимый и говорит лапка я приеду днем в общем он решил сделать мне сюрприз отменились у него там в его институтах лабораториях совещания и в общем приедет он днем порушил все мои планы поэтому быстро записываю видео и бегу собирать дом в кучу и вообще ожидать мужа вот но до этого хотела сегодня с вами как раз таки пообщаться на тему ваших комментариев потому что писали за эту неделю у меня очень много и очень разные комментарии оставляли значит касательно имени наверное все ждут самое важное что уже у нас с именем с именем мы определились и мы выбрали если кто следил знает что у нас два выбора марсель и рэм и мы сарсом наконец-то определились и выбрали имя малышу то есть мы решили не тянуть не ждать до родов и как-то у нас вот это имя но но я не знаю она легла она внутри у нас вот прям отзывается и мы знаем что это то имя которое мы очень очень хотим и она вот как-то вот вот все это время пока она фигурировала где-то в списках и в голове она вот как-то не знаю она как-то к нам говорила поэтому имя мы выбрали касательно второго имени она тоже нам очень очень нравится поэтому есть у нас идея что если второй наш малыш которого мы хотим планировать уже достаточно скоро по по окончании кормления первого но это понятно еще будущее но тем не менее план такой есть так так как старушка ваш это уже и это не свежая не молода в общем второе имя если будет мальчик то скорее всего мы также будем использовать второе имя поэтому неважно за какое имя вы голосовали они оба скорее всего будут в общем-то использованы для наших малышей но ваши комментарии я вот по комментариям на самом деле вижу что большинство из вас за марселя и большинство уверены что именно это имя мы выберем потому что есть какие-то лучи из моего голоса лица не знаю откуда там из ушей который свидетельствует о том что именно это имя мы выбрали кстати мне еще мы с подружкой из петербурга разговаривали по телефону она тоже беременна вот и она говорит мы знаем мы знаем что вы выбрали мы знаем это будет марсель ты вот прям ты прям светишься я говорю но свечусь так свечусь я говорю ты не забывай ты разговариваешь с бывшим профессиональным игроком в мафию поэтому тебе для размышления она такая как это вот так это поэтому но кто знает как пойдет хорошо что же у нас еще по вашим комментариям так агерим мне настойчиво писала и спрашивала будут ли видеоролики с покупками для малыша будут ли видеоролики сумками в роддом ответила да что будут и на этой неделе они уже были потом она также настойчиво мне написала будет ли влог будет ли обзор роддома и так далее гирим все для вас все для вас постараюсь так дальше лёка пишет мне я думала вычеркнуть рэм голосую за марселя рэм звучит как кличка собаки ну что я могу на это сказать ну во первых ну ну как-то очень не тактично и грубо если честно получается в общем просто вот когда вы пишете такие комментарии особенно беременной женщине которая выбирает имя своему ребенку просто помните о том что да ваше мнение конечно же приветствуется супер и вы его можете спокойненько выражать но помните о том что а мало ли человек выберет это имя своему ребенку и что ему потом ну как бы он что должен сказать что ну вот я назову своего ребенка как собаку но это просто как-то ну не тактично и мне кажется грубовато поэтому но окей гаяна мне пишет как быстро пробежала время я помню твое первое видео о беременности а уже финишная прямая марсель очень красивое имя но я согласна с тем что когда увидите малыша его внешность и характер так покажется уже с первых дней и вариант имени тоже может измениться но это правда конечно пока не вписано в сертификат рождения но все может поменяться поэтому но посмотрим так я на родригес не пишет я работаю с германией как же круто что я увидела немецкие ссылки с амазона на самом деле по поводу амазона да это очень крутая история мне кстати еще они спрашивают можно ли в россию с амазона заказывать или через посредников честно признаться я не знаю как amazon работает в россии я очень надеюсь что он там работает сама я в ригу заказываю через amazon uk то есть великобританский или чист через немецкий я проверяю те или иные продукты которые мне нужны и там и там потому что не всегда их можно найти в одном или в другом и поэтому у меня вот мои какие-то покупки они происходили вот от двух этих амазонов вот именно с германии и англии есть конечно же еще amazon американский с окончания . com поэтому надо посмотреть что в россии с доставками с таможнями и так далее вполне возможно эти вещи можно и в россию заказывать мира и добра всем мне пишет я по-прежнему за имя марсель а вот например насчет имени рэм если я взрослого человека хоть как-то могу представить этим именем то ребенка ну никак и да зачастую на улицах можно услышать как собачек зовут этим именем поэтому не советую ну мира и добра спасибо вам вам тоже мира и добра не знаю на самом деле я ни разу еще не слышала чтобы собак называли именем рэм потому что все таки но это такое имя с очень-очень долгой древней историей и причем в разных в разных частях мира поэтому ну не знаю и честно признаться если даже вот посмотреть например на русские имена и то как сокращают русские имена ну там тоже очень много можно сказать что ну как-то как-то по собачьему поэтому не знаю в общем я бы наверное не стала так говорить но да ладно так екатерина пишет покупки хорошие про контейнер я услышала впервые на анатоме типе имеется ввиду где закручиваются подгузники кока на мой взгляд дороговат согласно он очень дорогой я сама не знаю нужен ли кокон малышу не будет ли малыш потеть нет в этом кухне он точно не будет потеть вот именно как раз таки преимущество этого кокона в том что там все продумано материалы все 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 сделано так чтобы малыш уж точно не потел на черепашка суперская до черепашку обожаю мобильную кроватку думаю купить после рождения так как в первые недельки он не очень нужен да согласно это одна из наверно покупок это которую точно можно оставлять там на вторую на третью недельку так еще хотела спросить не будете ли приобретать качели типа шезлонга для дома квартиры мне советуют взять что-то типа форма мать на мамару имеется ввиду поэтому пока думаем ваша мама молодец позаботилась о внуке супер да мамуля моя прям молодец молодец это уже очень довольна сейчас она там вяжет еще какие-то там пальтишки и чем только там не делает вот оказательность шезлонга обязательно буду покупать его как раз таки я оставила на следующий месяц на следующий какой-то вот такой вот цикл покупок как раз таки если возвращаться к периодичности этих покупок и следовательно в следу из следующее у меня в очереди это как раз таки шезлонг я вот for мамзы вот мамару этот не буду покупать потому что мне он но классный но мне не очень нравится что такой слишком уж сидячий я планирую купить фишер прайс он во первых по цене дешевле там около 100 евро наверно можно купить уже хороший автоматический и в принципе вот как раз таки его я и опробую то что он такой лежачий и очень много хороших отзывов то есть ты тратишь не так много денег но в то же самое время эффектом замечательный а вот если ты купишь формам за и он не пойдет то это будет очень сильно обидно так мира и добра всем еще раз пишет вау класс у нас тоже есть такая черепаха супер я рада что я не единственная схожу по ней с ума ева пишет ох уж эти советчики иногда аж взорваться хочется надо делать так как хочется этого тебе так как ваш ребенок и ваш комфорт это точно ева спасибо тебе большое это как раз таки на тему моего комментария про советчиков и про то что нужно стараться как-то прислушиваться тех людей которые как-то совпадают с какими твоими взглядами и которые поймут почему ты хочешь например там приобрести для малыша ту или иную вещь кстати на этой неделе если говорить вот про всю эту историю мне прекрасные люди сказали что а и начали текст но ты только не обижайся я уже думаю так начинается окей ну давайте мочите и серии говорят ты только не обижайся но ты знаешь мы вот что-то там смотрели твой инстаграм что-то мы там в нем искали это такая модная была такая красивая ты была у тебя такие волосы были ой просто не наглядеться а сейчас ты чё-то вот ну не обижайся но ты как чмошница я так чего ну вот и а все время в трениках ходишь и одеваешься как-то непонятно ну типа надо возвращаться я так окей хорошо попробую вернуться извините сейчас я только человека тут рожу немножечко и как-то сразу сразу вам угожу и сразу вернусь и перестану быть вот прямо одической чмошницы тупость глупость людей бестактность грубости просто какой-то какой-то эготизм абсолютно я прекрасно могу принять понять и как с ним жить вот и не стала даже обижаться но подумала вот я о чем вот сейчас вот я действительно рожу и вся моя жизнь и как минимум первый год она же будет крутиться вокруг малыша но помимо малыша у меня же еще есть мой youtube канал и колюш наверное такие мнения звучат и колюшка мне обращаются почему-то с такими в общем-то словами и пытаются меня из вот этой вот я мы в общем-то чмошности вытащить люди они наверно обо мне сильно заботиться и волнуются то я решила на самом деле внедрить рубрики когда это будет не знаю посмотрим как все дело пойдет с малышом но обязательно включу восстановление после родов и именно как мне прийти форму потому что я до беременности была 56 килограмм была довольна собой как черт сейчас уже плюс 29 так что ребятушки приближаюсь к тридцаточки неделька у меня еще есть плюс 29 соответственно у меня есть великолепная возможность продемонстрировать как же возможно вернуться форму и как у меня будет это получаться или не получаться как быстро и так далее и вообще-то мне кажется будет очень интересно говорить не только о том как я справляюсь с малышом там я не знаю как мы его обучаем там сну и так далее и так далее но еще и как я буду приходить форму худеть и возвращаться к себе модные красивые и замечательные так чтобы люди не не расстраивались так что я думаю что даже из таких комментариев вроде как оскорбительных и идиотских абсолютно можно для себя извлечь что-то интересное поэтому попробуем что-то что-то из этого сделать девочки мне еще писали нар ирки извини если неправильно читаю но вот так тут и написано так это по поводу беременности первая по пятую неделю где не было видно по моему моего малышка еще напишет прям слово в слово но я сделала столько тестов и все от все отрицательные а это по поводу того что с тестами этими носилась но не очень жаль что тесты отрицательные я очень-очень надеюсь что в ближайшем будущем они будут позитивные так мисс герл мне пишет очень позитивное видео это как раз таки на сумку в роддом да про памперсы я классно рассказала спасибо вам интересно как называется штучка которая можно пшикать в интимные места чтобы снять дискомфорт и где ее можно купить на том же амазоне ссылки под видео в сумке роддом я добавила как раз таки информацию про батамс ап кстати есть не знаю в америке в больницах там предлагают еще дермопласт такая штуковина пшика крутая есть но я вот например в риге ничего подобного не нашла есть только какие-то кремики там серебром и т.д. и т.п. которые помогают просто заживлять быстрее раны но ни в коем случае не убирают вот эти болевые истории поэтому не знаю так анастасия пишет у нас только в пакетах все должно быть ну или в таких прозрачных сумках а это в россии да я поняла что в россии это прям одическая история что ты как это с культябками должна там идти своим пакетами это ужасно так дальше следующий комментарий от а7 о да после родов просто ручьем течет под у меня и до родов течет поэтому блин так мария пишет супер тоже снимаю покупочки для дочи давайте дружить каналами я подписалась так мария гетти кого спасибо большое посмотрю ваш канал виланика пишет виланика привет уже наша наш постоянный комментатор так я был обалдеваю от того сколько всего будущей мамочки берут с собой рожала двоих мальчиков первого сама с разницей 8 лет со вторым и с ним мне делали кесарева и смешно сказать ничего с собой не брала кроме документов только на второй день муж принес полотенце вещи для меня и вещи для ребенка так все поместилось в один пакет мне 37 и лет и я сейчас вижу то как девочки собираются в роддом я так не делала и выписки из роддома не делала а точнее не понимаю этого мероприятия скажу так с мужем пошла рожать с мужем и с ребеночком приходила домой и все но я вам желаю легких родов и чтобы все было хорошо виланика спасибо огромное да но прелесть на самом деле заключается в том что мы все не должны делать одинаково вот как кому комфортно вот так и делай и грубо говоря я когда вещи собирала эту же маме говорю блин я столько собрала то я думаю ну и фиг с ним ну привезу обратно какая разница мне так комфортно мне так хорошо и я делаю так как я хочу если вам без вещей комфортно и вы идете с документами на следующий день муж может привести все да пожалуйста господи так это же супер и самое классное мне кажется что в этих вопросах мы не должны друг другом соглашаться друг друга понимать и так далее хотя мне очень нравится ваша идея том что вы с малышом и с мужем зашли и с ними также и вышли без всяких вот этих историй вот а что касается выписок выписки да я но ее так назвала потому что людям понятно что значит выписка самих мероприятий когда приезжает куча народу потом там застолье и ты вот этим ребенком трясешься и куда-то но это невозможно для меня это тоже прям кошмар кошмар для себя что я имею ввиду под выписка это день когда мы с мужем отправляемся домой втроем и я малышоныша одеваю в красивую уже там подготовленную одежду его фотографируем и в общем у нас это такое внутреннее наше маленькое мероприятие и праздник поэтому именно это я имею ввиду так марина мне пишет у нас только пакеты приехала сумка и заставили заставили переложить слушайте для меня это просто насилие над людьми я вот это вот этого я не понимаю как зачем почему что за херня я не понимаю ладно столько всего она знает хотя первый раз рожает это мне написала пархан спасибо большое изучаю вопрос и сильно сильно стараюсь потому что у меня вот для меня это очень очень важно так гаяна мне еще пишет да цвета классно все описала и организовала с такими сумками любой захотел бы съездить и родить а подушечки ароматерапия и маска для лица кайфа не роды мне нравится твой подход про памперсы смеялась в голос ну да про памперсы весело получилось но уж как есть столько всего поэтому я думаю что смеяться в голос будем еще больше когда я про эти памперсы буду уже после родов рассказывать но самый еще прикол заключается в том что буквально на следующий день муж мне позвонил и говорит такой ой лапка я вот решил посмотреть твои видеоролики вот смотрел как ты сумочку собрала вот тапки ты мне там положила и начинает спрашивать и я понимаю что серьезно вот вот именно этот ролик тебе нужно было посмотреть вот именно этот один ни один никакой не другой а вот именно этот так что муж тоже понравилось но он снисходительно сказал на лапка это же время но поэтому ты не переживай памперсы так памперс какой же ты у меня замечательный так и последний комментарий от галакат на видеоролик который был снят уже время назад уход за сухой и обезвоженной кожей так она спрашивает попробую марку кларанс реально работает хороший состав цена качество спасибо кларанс уже пробовала на моем лице не очень сильно работает поэтому я от него отказалась а вы скраб клиник на зону глаз наносите нет конечно же никакие скрабы ничего абразивного агрессивного в том числе также и химический пилинг я на зону глаз не наношу никогда и ни в коем случае так что глаза нужно беречь это все наши комментарии и все все что вы мне написали за эту 39 неделю спасибо вам большое я очень очень рада нашим разговором дискуссиям и обсуждением на следующей неделе не знаю как пойдет если мы уже родим малыша то наверняка вам запишу какое-то маленькое видео сообщение о том что так ребятки мы родили и постараюсь как-то обозначить когда мы возвращаемся и что вообще нас ожидает если нет то нас на следующей неделе ожидает обычный график наших видеороликов вот и и думаю уже если дойдем до следующей пятницы и до недели 40 до окончания 40 недели то обязательно арс тоже присоединится к нам так как он уже будет в риге и и он сможет также поделиться своими какими-то впечатлениями вот ну а последнее что я сегодня из своих радостных новостей хотела вам сообщить и показать это моя замечательная вторая сумка для папперсов которая наконец-то ко мне прилетела я уже вам как-то упомянула наверное видеоролики с вещами для малыша где я собрала свою зеленую красивую скип-хоп сумку я упомянула там что есть у меня еще в заказе tiba and marl сумка из лондона из selfridges вот она наконец-то ко мне прекрасное замечательное приехала и вместе с вами собственно хочу ее распаковать посмотреть и понять что же у нас тут получилось классная сумка но сжата смята еще она после полетов перелетов и так далее почему заказала именно эту сумку во-первых потому что она очень клёвая и мне она очень нравится с точки зрения внешнего вида и с точки зрения также практического использования она прям мега качественная и это одна сумма которые сейчас на самом деле в мире очень популярные и среди знаменитости между прочим ее приравнивают дайпербэгом которые производятся большими модными брендами из всего мира так что именно эта сумка она очень очень клёва давайте быстро пройдемся что же здесь есть несколько карманов первый карман здесь спереди но карман и карман сюда можно класть какие-то небольшие вещи второй карман и тут как вы видите есть место для бутылки с термообработкой то есть здесь можно и и и тепленько и холодненько я так понимаю класть очень здорово это для небольших бутылок и что же у нас в основном нашем разделе здесь так домашки все здесь уходит так ну смотрите место здесь на самом деле достаточно много есть также место для лаптопа или айпада и карманы для дайперов и для салфеток и всякого разного барахлишка так здесь также есть также есть матик для переодевания малыша окей и также здесь в этой сумке есть еще одна маленькая сумка для маминых вещей каких-то документов денег и телефонов ну что ж классно этим можно пользоваться супер в общем вторая моя сумка все для моего удовольствия радости и просто кайфа в ежедневном уходе за малышом так что буду с удовольствием этой сумкой пользоваться спасибо большое типа и марл за такую замечательную сумочку ну вот а на этом я сегодня наверное заканчиваю сегодня у меня воздуха нет я прям что-то вся какая-то запыханная и и забеганная наверно потому что арсик мой приезжает и в общем у меня вместе с этим видеороликом в голове еще миллиард вещей которые я должна сегодня сделать и подготовить и встретить своего любимого мужа в общем пойду как раз таки этим и заниматься вам желаю замечательных выходных прекрасного весеннего настроения и мы надеюсь с вами увидимся уже в понедельник на этом сегодня все пока пока пока